Вся территория Берёзки сейчас одна большая стройка. К масштабным работам строители приступили в начале августа и работают ускоренными темпами. Ежедневно здесь трудятся свыше 400 человек. Это специалисты всех управлений Солигорского стройтреста и сторонних подрядных организаций. Работают в две смены – с 8 утра до часа ночи. Рабочую форму строителей примерил даже главный врач санатория. Мы занимаемся сейчас работой на лечебном корпусе, где была грязь в водолечебнице. Я вам говорил в прошлый раз. На спальном корпусе, называемом старом или первом номере, пищеблок со столовой, естественно. И вот новый век, который я уже анонсировал, его появление – это фитнес-центр, назовем его так. Корпуса и прилегающую территорию подвергли глобальной реконструкции. Ежедневно выводится тонна строительного мусора от демонтажа стен и перегородок. Одновременно ведутся работы по замене сетей, надстраиваются жилой и лечебный корпус, возводятся пристройки под ресепшн, парикмахерскую, спа-салон, расширяется обеденный зал. В ходе разбора зданий выявились и проблемы. Спустя полвека эксплуатации строения нуждаются в укреплении. Произвели отрывку фундамента, допустим, спального корпуса. Пришлось делать дополнительную работу по его усилению, что занимает дополнительное время. Сняли старую штукатурку со стен, стены надо все ремонтировать. Дополнительное усиление делал стен. Сняли стяжку с пола, появилось усиление плит. Техническое состояние зданий – не единственная причина глобальной реконструкции березки. Ведомственный санаторий «Беларуськали» перестал соответствовать статусу предприятия и потребностям работников. Сейчас уровень здравницы намерены поднять до самого современного. Есть и желания, и возможности. На реконструкцию березки предприятие выделило более 200 миллиардов нединаминированных рублей. Обновят и дополнят оборудование, оно уже закуплено на 90%. После реконструкции санаторий выйдет на новый уровень не только оздоровления, но и лечения. Санаторий – это ответственное «Беларуськали», поэтому нужно здесь проблемы решать, проблемы работников «Беларуськали». Первонаперво. Ну и, само собой, люди, которые здесь трудились, которые отдали долгие годы жизни этому производству. Мы, когда планировали эту работу, мы решили таким образом, чтобы у нас здесь охватить лечением максимальное количество заболеваний, которое мы можем помочь. Это примерно мы будем охватывать своими услугами 76% заболеваемости. Планируют в «Беларуськали» организовать также реабилитацию спортсменов предприятия. Не будет закрыт ведомственный санаторий и для тех, кто не работает в градообразующем предприятии. Им предложат курсовки и отдельные услуги, например, посещение фитнес-центра, тренажерного зала, прокат водных мотоциклов или велосипедов. Территорию санатория сделают многофункциональной. Здесь тебе и лыжероллерная трасса, и пляжная зона, и теннисные корты, и даже фонтаны с подсветкой. В планах завершить все работы в феврале будущего года. Предполагается и вторая очередь реконструкции, в которую войдет ремонт еще одного жилого корпуса и строительство аквапарка.